Сергей Витальевич, несколько слов перед предстоящей игрой. Понятное дело, что результат в Минске добыт очень уверенно. И чего ждать от завтрашней встречи? Мы знаем важность этого матча. Конечно, мы сами не ожидаем такого результата. Если до начала нашего противостояния нам было терять нечего, то я сейчас прекрасно понимаю состояние петербуржцев. Им тоже терять нечего. Они будут атаковать, они попытают нас подавить. Будем сражаться. Пожалуйста. Вячеслав Мухин, Требеносанкербург, Сергей Витальевич. Как настроить команду на игру при пустых трибунах и как часто в вашей тренерской карьере приходилось играть по таких? Ну, вы знаете, нам, голорусам, не привыкать. У нас поменьше болельщиков ходит. Но я думаю, что ребята именно понимают важность. Они хотят проявить себя. Они почувствовали уверенность, что они могут играть. А настрой-то лично. Пожалуйста. Кирилл Сулкин, это вы Петербург, футбольная столица. Сергей Витальевич, насколько вы допускаете вообще мысль, и допускаете ли вы ее, что «Зенит» может завтра пройти следующий этап, а «Динамо» вылететь? Насколько по-вашему это вообще реально? В футболе все реально. Нельзя загадывать. И более классные команды, более такие организованные команды, ПСЖ, помните? Яркий пример. Поэтому в футболе нельзя расслабляться. Мы готовимся, мы выходим, чтобы первый результат матча мы могли. Пожалуйста. Андрей Козлов, Беларусь-1. У меня два вопроса, Сергей Витальевич, первый. Какая главная задача у команды на этот матч? Будете так же играть в атаку, как в первой игре, или все-таки больше на обороне сконцентрироваться? Наша задача, ну я не буду вам, конечно, густановку говорить, но вот, наша задача пройти дальше. А какой будет счет, нам неинтересно. У твоих футболистов сегодня нету заявки команды, ну мы полетели с команды, это же Амерчик, Соловей, в чем причина? У нас прилетело 20 полюбов. Прилетело 20 игроков, 18, то есть два человека еще не попадают в заявку. А эти футболисты, они готовятся у нас в воскресенье, уже на следующий матч в чемпионате. Павлюченко Алексей, «Спорт день за днем». Сергей Витальевич, вы позволите, знакомый несколько ностальгический вопрос. Вы не один матч здесь сыграли, точнее восемь сыграли на Петровском составе «Локомотива». Может быть, вот есть какой-то матч, может быть, какой-то эпизод, когда вы сюда приехали, вышли, увидели поле, стадион и вспомнили, что-то такое конкретное. Вы знаете, ничего не поменялось, вот зашли в раздевалку, все как будто было там 10 лет назад, вот. Быстро посмотрел газон, он изумительный, то есть прекрасного качества. Конечно, хотелось бы, чтобы еще были полные трибуны, но это уже не от нас зависит. Спасибо, еще ваши вопросы. Пожалуйста. Позвольте еще один, Сергей Витальевич. Ваша команда за последние пять матчей забила 20 мячей, пропустила только два. Вы находите какое-то объяснение этому феномену и продолжится ли сказка завтра? Это хорошо, когда команда забивает. Мы стараемся всегда играть в атаку, но мы всегда создавали много моментов в чемпионате, не всегда так получалась реализация. Может, ребята притерлись, стали больше понимать. Футбол такая штука, она не поддается, бывает, никаким закономерностям. Я рад, что ребята забивают, получают удовольствие от забитых мячей. Тридцовский штаб только помогает ребятам, а все, что происходит, это их заступит. Спасибо, еще вопросы, Беларусь. Пожалуйста. Владимир Кривлин, Сумольская правда, Беларусь. Сергей Витальевич, до выхода от поев один шаг, возможно, на игроков появилось давление в плане результата и волнения? Как вы этим управляете, помогаете им справиться? Да нет, я тут, наоборот, надо спокойно раскрепоститься, чтобы они играли в свой футбол. То есть, только смелый может побеждать. Если у человека есть сомнения, если человек, там, что-то побаиваться, то лучше не выходить на пол. Ребята знают, что я от них требую, знают, как мы по ходу игры можем перестраиваться. Поэтому все зависит только от них. Я не думаю, что они должны мандражировать. Нам тоже терять нечего. Мы сыграли только первый тайм. Мы его сыграли достойно. Наша задача второй тайм провести так же достойно, как и первый. Продолжение следует...